Демон Солс 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 из хрон то это кольцо уже не так актуально а вы бихопить и лейтеннир лодь он вы кавтор и не эксцесс багич ночью такая вот печальная и танцы его томаса он трус который бросил свою семью и его дочь а также возможно его жену подвесили на цепях балетарии и возможно они умерли мучительной смертью и давайте наверно выложим заодно что-нибудь в хранилище материалы для апгрейда рекомендую сразу же выкладывать потому что даже если мы будем что-то крейдить у кузнеца то материалы для апгрейда не обязательно держать у себя в инвентаре достаточно чтобы они были у вас на складе кстати эта фишка была и в оригинале так что не думайте что это добавили в переиздание ну потому что это был бы совсем бред если бы еще приходилось бы кузнецу таскать еще и постоянно эти материалы для апгрейда которые весят очень немало сразу же выложим полуторный меч кортик у нас тут два кортика один можно вообще выбросить ну ладно пусть пока валяется нам наверняка больше не пригодится рапира и короткое копье кроватое копье наверное пока оставим скелетер тоже малый щит малый щит я тоже выложу потому что я сейчас куплю щит получше легкий арбалет боюсь мне тоже не пригодится так же как и деревянные болты железный шлем тоже пока утиль и рваное одеяние ну оно мне все равно не подходит может также и выложите кольца но они в принципе не так много и весят если что можно потом это сделать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наш удрученный воин рассказывает нам, что дело в черном может нам дать силу при помощи душ людей или демонов. Но также предупреждает, что возможно обладание чрезмерное количество сил и душ может превратить нас в чудовище. Да, заманчиво предложение, но я, пожалуй, откажусь. Также у нас здесь, как я говорил, пополнение клииков. Продолжение следует... Так поделись же со мной этим камнем. И она нам дает немножко лора. То, что король Аллант отправился на некое путешествие, откуда вернулся с демонами. Что очень странно, ведь король Аллант, познав Таинство душ, сначала дал процветание Балитарии. Так что же все-таки случилось? Да, божий ученик. И он может нас обучить чудесам. И он нам рассказывает интересную деталь. Он говорит, что магия это и есть Таинство душ. И он считает, что чудеса это что-то похожее, но это дар божий. И считает, что магия это плохо, а чудеса это хорошо. И можно посмотреть, чему он у нас может научить. Базовым чудесам. Невидимая душа скрывает от черных фантомов. Ну, если вы играете не в сети, то вам это чудо не пригодится. Новое чудо, открытое в Балитарии, маскирует сущность Чудотворца и снижает вероятность обнаружения черными фантомами. Грязные черные фантомы, бродящие по Балитарии, враги человеческие, противные самому Господу. Возвращение. Новое чудо, открытое в Балитарии, возвращает Чудотворца в Нексус. Нексус заманивает в плен самые могущественные души, и это чудо ему в этом помогает. Это как раз подтверждает то, что в Нексус попадают могущественные души, а не все подряд. Лечение. Простейшее чудо восстанавливает здоровье Чудотворца. Наглядное доказательство могущества Господа. И незаменимый помощник воинствующих священников, которые в одиночестве отправляются в долгий путь. Ну, у клириков очень часто практикуется паломничество. Противоядие. Простейшее чудо выводит из организма яд. Ну, так вот, коротко и ясно. Как можно заметить, что большинство чудес было открыто именно в Балитарии. И, возможно, что неспроста. Возможно, этому как-то поспособствовал король Алан XII, который и познал Таинство душ. И здесь у нас еще один трус, который бросил своего августейшества где-то в темной пещере. Может, все-таки стоит. Пойти и помочь ему, нет? Окей. Все опять придется делать нам. И здесь появился еще один очень важный для нас персонаж. Ну, и здесь еще один наставник, который сам ничего не хочет делать, а только поспособствовать спасению своего учителя. Ученик Фрэки. Мастер Фрэк. Ну, судя из этого диалога, великий Фрэки на самом деле самый главный злодей в этой игре, потому что именно он систематизировал Таинство душ, то есть магию. После чего эта магия стала доступна большинству обычных людей, что в конечном счете привело к печальным последствиям. И что же нам этот ученик может предложить? Огненный бросок. Обычная магия испускает поток пламени. Столкнувшись с целью, поток взрывается и наносит огненный урон. Как правило, это первое заклинание, которому обучаются начинающие волшебники. И, пожалуй, так как я начинающий волшебник, я ему сразу же и обучусь. Зачаровать оружие. Продвинутая магия. Используйте палочку в левой руке, чтобы зачаровать оружие в правой. Зачарованное оружие обладает волшебными свойствами и более эффективно против металлических доспехов и твердой чешуи, которую не берут обычные физические атаки. Но это не точно. Выходка Фамилиара. Заклинание поддержки. Издает громкий звук в отдаленном месте. Не оказывает прямого воздействия на врагов, поэтому эффективность его применения зависит от изобретательности заклинателя. Ну, это заклинание приманка. Плащ. Магия поддержки. Скрывает присутствие заклинателя, позволяет подкрасться к врагу со спины или незаметно отступить. Защита. Продвинутая магия снижает полученный урон. Работает только против физических атак. И это заклинание тоже может помочь новичкам, потому что оно очень прилично снижает физический урон. Водяная завеса. Заклинание поддержки. Покрывает заклинателя жидкой пленкой, снижающей урон от огня. Магический и естественный огонь часто используют в бою. Так что это заклинание весьма полезно. И это действительно так, потому что нам придется с огнем сталкиваться в этой игре достаточно часто. Поэтому лучше его купить прямо здесь и сейчас. Желательно также сразу купить заклинание защиты. Но стоит уже подороже 5000 душ. Поэтому я пока повременю. К тому же у нас пока что доступна всего лишь одна ячейка для заклинаний. И пока что я поставлю в нее огненный бросок. Ну что ж, пришла пора подняться к некому увековеченному. И разобраться, что же здесь все-таки происходит. Так как дева снефть зашла к нам с верхнего этажа, то, соответственно, она открыла здесь дверь. И теперь мы можем подняться практически на самый верх. И мы можем наблюдать вот такую вот статую. С огромным мечом. Там внизу мы можем наблюдать некий предмет. И на этом этаже находится большое количество мертвых таких вот детских тел. Если посмотреть поближе, то у них в чашках находятся расплавленные свечи, которые давно угасли. Как и их жизни. Но один из них все еще жив. Мы долго ждем, славец демонов. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok. ДимаTorzok. «In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. Продолжение следует... Продолжение следует... Могущество увековеченных сломило печати на четырех обелиска. Продолжение следует... 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 Из рассказа у Вековеченного становится ясно, что очень давно мир был един, и у него был один правитель, который, как и Оланд XII, нес благо при помощи Таинства Душ. Но в конечном итоге использование Таинства Душ привело к пробуждению Старейшего Демона. Так что же такое Таинство Душ? Из диалогов ученика Фрекки и клирика, которые мы уже слышали, мы могли догадаться, что Таинство Душ это и есть магия, а точнее это искусство использовать Силу Души для сотворения магии. Но, как мы знаем, магию можно использовать как во благо, например, для исцеления, так и во зло, для убийства и отнятия души у другого человека. Ведь чужая душа может дать большую силу и власть. И в конечном итоге жажда власти и бесконтрольное использование магии как раз и могло привести к пробуждению Старейшего. Ведь Бог в первый день создания мира даровал человеку душу, а во второй день принес в этот мир Старейшего Демона, который эту душу может и отнять, и стереть весь мир бесцветным туманом, если человек не будет ценить дар Божий, который дал человеку возможность мыслить и иметь смысл в жизни. И вот, когда древняя цивилизация людей впервые пробудила Старейшего, он поглотил бесчисленное количество душ и стер большую часть мира. Древним людям все же удалось усыпить Старейшего и заключить его под Нексусом. Но к тому времени мир уже не был един с одним правителем. На уцелевших землях стали править свои короли, королевы, вожди, шаманы и даже великаны. И чтобы восстановить оставшиеся раздробленные земли, при помощи своих знаний люди создали на их границе шесть уникальных обелисков. И дабы искупить свою вину за пробуждение Старейшего, часть из них стали увековеченными, эдакими пулжевыми стражами, латающими ткань реальности. После того, как они создали обелиски, они также запретили Таинство Душ, чтобы в будущем люди не повторяли их ошибок. Но вот, прошло несколько поколений, и люди стали забывать о первом пробуждении Старейшего. Обелиски также были забыты, а увековеченные, призванные служить напоминанием о случившемся, практически все погибли. И вот уже в наше время Король Аланд каким-то образом смог познать Таинство Душ. Благодаря чему привел свое королевство к процветанию. Но в конечном итоге Старейший опять каким-то образом пробудился. И теперь уже нам придется все это дело разгребать. И как нам сказал Увековеченный, чтобы усыпить Старейшего, нужно для начала убить всех демонов. Но на самом деле нужно убить всех архидемонов, которые являются главными поставщиками душ для Старейшего. В свою очередь для архидемонов души добывают обычные демоны, а также люди, которые тоже одержимы демоном. В общем, у них там целая пирамида. Так вот, если мы убьем всех архидемонов, Старейший начнет искать себе нового слугу. И призовет нас в свое чрево. Так что собирая и концентрируя в себе огромное количество душ, мы сами по идее можем стать самым злым демоном в этой игре. Как можно видеть, здесь большое количество мертвых увековеченных. Ну, а также здесь лежит еще и камень бесплотных глаз. Достаточно уникальный предмет, которого не так много в этой игре. Камень, готовый рассыпаться от малейшего прикосновения. Способен восстановить уничтоженную телесную оболочку. Используется только в форме души. После этого рассыпается в пыль. И это практически единственная возможность вернуть себе физическую оболочку. Но, как я уже говорил, из-за тенденции мира вы, скорее всего, даже не захотите возвращать себе эту физическую оболочку. И да, кстати, про тенденции мира. Как нам сказал Вековеченный, было изначально шесть обелисков. Но, как мы можем видеть, один из них уничтожен. И этот обелиск должен был ввестись в северные земли, где жили великаны. Но фромы в свое время не успели вовремя полноценно закончить игру. И не добавили этот обелиск на старте. Возможно, они в будущем предполагали добавить его в какую-нибудь DLC. Но этого так и не было сделано. В конечном итоге, датамайнеры сумели взломать код игры. И все-таки попасть в этот недоделанный шестой обелиск. И нашли там много чего интересного. Вы можете поискать об этом в интернете. А нам только остается смотреть на этот разрушенный обелиск. И предполагать, что к началу игры его земли были полностью стерты бесцветным туманом. О котором говорил Уековеченный. И следующее, что нам нужно сделать, как многие уже, наверное, знают. Это покончить жизнь самоубийством. Чтобы наше бренное физическое тело Не досталось на растерзание демоном.